Всем привет! Сегодня у меня видеоотчет о работе Summer Quakers, который я сейчас вышиваю в совместном проекте Мечтая о сэмплере. Почему решила снять именно видео? Потому что я нахожусь на этапе половины вот этой работы. Вышита у меня уже вот так. Вот эта половина идет по схеме. Что хочу сказать. Ниточки мне очень нравятся. Это какое-то, конечно, великолепие такими нитками вышивать. Именно чем нравится? Нравится своими переходами. То, что показывают они нам в элементах. Потому что есть, допустим, такие моменты. Если брать вот эту огранку, да, вот в этом элементе, это вышито одной ниткой. Сейчас я вам приближу, чтобы показать. Вы увидели. Вот. Далее. Ну, вот видите, это все одна нитка идет. Вот этот элемент, это тоже идет одна нитка. Ну, то есть, вот, допустим, вот эта зеленая веточка, она идет из двух зеленых ниточек. Вот. Ну, то есть, очень интересно вышивать. Это, конечно, как, знаете, как в игрушки играться. Я бы так сказала. Вышивается очень легко. Вышить может любой, абсолютно любой начинающий. И, ну, на равномерке не знаю, как может быть. Ну, и, в принципе, на равномерке тут же ничего сложного. Тут понять принцип и вышивать просто два через два переплетения, да, и все, в принципе-то, да. Вот. А так, сэмплеры, я так поняла, что сэмплеры, квакеры очень легкие. Конечно, сэмплер вдохновения, который я вышиваю тоже, одновременно с этим, он сложнее. Сложнее, чем, потому что там очень много одиночных крестиков. И там приходится все-таки закреплять эти крестики. И там очень много вот этой оплетки, то есть, бэкстича. Ну, в принципе, бэкстич меня не пугает, но именно он в той работе показывает вот эту вот нежность, какую-то изысканность, ну, в общем, воздушность. Не знаю, я могу об этом сэмплере вдохновения говорить много, но сейчас поговорим именно об этом квакере. Вот. Вот. Хочу заметить несколько таких моментов. Ну, во-первых, давайте я вам так покажу. Вышился у меня внизу первая линия алфавита, которая идет по схеме. Вот так вот она выглядит. Вот. Вот. Вот эти все буковки вышиваются разными цветами. Там указано сбоку. Сейчас я вам в схемке также покажу, где это указано. Может быть, кому-то будет это интересно. И, ну, чтобы кто будет вышивать, чтобы сразу понимали, о чем идет речь. Ну, допустим, на задней, вот, вот, последней странице, не задняя страница, как бы последняя страница, вот и указано. Вот, допустим, да? Вот. Леттерс. Буквки. Буквки со звездочками. Вот буковка И. И указан номер ниточки. И звездочка, вот, означает алжирский, алжирский, я так понимаю, значок. Ну, вот он есть. Вот показано, как его вышивать. Вышивается в одну ниточку, вот, алжирский, алжирский глазок, а не значок. Вот. Ну, вот так. Видите? Номера. Вот, номера тоже. Единичка вышивается вот этим номером, допустим, да? Вот. Ну, то есть, тут вот все указано. Указано также, вот, три цветочка. Вот, видите, написано. Тоже 078, какие там номера? 0522 и V16. То есть, все эти моменты здесь указаны. Вот. И точно так же вот и вот с этой стороны. Тоже эти буковки и циферки. Ну, и в ключе, опять же, таки я вам говорила, что идет ниточка DMC 310 номер, просто черный. Потому что в наборе его нет. Вот. Тоже я вышиваю в три нити, как и остальные нитки. Значит, ниточки ручного окрашения очень красивые. За счет них идут такие красивые плавные переходы, которые, конечно, не дадут никакие нитки. В ниточке я просто, знаете, у меня большой восторг вызывает эти нитки. В общем, в Валдане я влюблена. И... Ну, у меня нет слов, в общем, да. Но работу, конечно, не рекомендуется стирать. За счет того, что здесь окрашивание, да, идет таких ниточек. Вот, ручного окрашения. И, ну, соответственно, и ткань ручного окрашения здесь, да. Ну, в общем, не рекомендуется стирать. И стирать я не буду. Хотя для меня это неприемлемо. Я все свои вышивки обязательно стираю, отглаживаю. В общем, я так себе подумала, что я, наверное, просто пройдусь паровым утюгом. Вот. Вот, пропарю работу, да и все. И вышиваю как-то максимально, стараясь ее быстро закончить, чтобы она у меня не испачкалась. Ну, в принципе, вышиваю всегда аккуратно. Не могу сказать, что у меня там вышивки какие-то грязные. Ничего такого за собой я не замечала. Вот. По поводу некоторых элементов и на схеме. Да. Значит, схему я как сделала? Вот, я ее распечатала, потому что мне неудобно отдельными какими-то, знаете, кусками, листами, вот, вышивать. Я ее склеила. Вот, чтобы у меня, допустим, вот этот переход, где на дереве идет стебель, да. Вот, на предполагаемом дереве идет стебель такой. Вот, чтобы он у меня не прерывался. Вы видите, вот здесь вот стык у меня, где склеено. Я решила склеить и дальше продолжать вышивать. Для меня это более удобный вариант. Значит, по поводу асимметрии, по поводу некоторых небольших, маленьких ошибок, я бы сказала, да. Вот в этом элементе, видите, здесь есть небольшая такая вот погрешность. Вот в этом элементе есть. Я встретила. Ну, я выровняла, я одинаково вышила. Вот он. Видите, у меня одинаково здесь идут вот эти завитушки. И вот здесь я встретила тоже, вот в этом элементе тоже, видите, тут ошибочная. Я не знаю, специально это сделано было или не специально, но мне бы хотелось все-таки, чтобы оно выглядело симметрично и гармонично, скажем так. Но вот по поводу бабочек поговорим с вами, да. Бабочки, вот они в центре, я вам показываю на буклете, показываю очень близко. И вы видите, что все бабочки, здесь показана у нас фотография с отшитым вариантом, здесь все нормально. Бабочки просто вышиты черной ниткой, абсолютно никаких здесь нет изменений, да. Ну, только брюшко у нее вот вышито в середине, такой светлой ниткой. Все остальное вышито ниточками ДМС черного цвета. Вот. Но на схеме даны у каждой бабочки, вот, я вам сейчас покажу. Вот. Одно правое крыло у нее, вот видите, вышито другим цветом. Вот. Каждое правое крыло вышито вот одним цветом. И мне кажется, автор хотел показать, как бы, направление, возможно, этих бабочек, что, может быть, показать какое-то движение, ну, мне так кажется, да, какое-то движение вокруг вот этого вот центра, что они как будто порхают. И сделан у каждой бабочки вот это, на крылышке вот этот цвет. Ну, я вышила так, как по схеме. Я решила, что пускай у меня бабочки тоже порхают, летают. Сейчас вам ее поближе покажу. Вот. Вот она у меня. Вот, видите, вышито. Вот. Вот таким вот моментом. Вышиваю нитками, ой, иголками Ернолоджи 24-26 номер. Отличные иголки. В общем, мне очень понравились иголки. Очень хороши. Особенно 26 номер. Вот. Ну, я вообще люблю иголочки потоньше. Так. Дальше. Я еще сделала еще одну игольницу. Именно к этому летнему квакеру. Вот. Вот такая игольница. Сделала я ее, опять-таки, из деревянного браслета, с заготовки. В этот раз не стала я ее красить морилкой, а покрасила, чтобы она мне подходила вот к этому квакеру. И паркую иголочки сюда. Вышивала здесь я на линде 27-й. Вот. Внутрь элемента вставила здесь крейник ниточкой и бэкстич. Вот. Элемент взяла с этого же квакера. Вот. Сейчас я вам его покажу. Вот. Ну, вот он. Ну, и, в принципе, и все. Также она у меня делалась по тому же принципу, что и предыдущая. Вот. Кто не видел, оставлю ссылку, посмотрите. Так. Дальше. Так как я планирую далее вышивать эти квакеры, я решила для себя, что вышью все 4 сезона. Но буду вышивать их поочередно. То есть, вот сейчас приближается у нас лето, я вышиваю летний квакер. Значит, осенью у меня будет осенний квакер. Зимой-зимний. Ну, и так далее. Да. И там весной весенний квакер. Вот. И что для себя я отметила такой момент. Значит, так как здесь в этих ниточках, вот вы видите, они у меня в работе. И, ну, вот столько еще осталось. Осталось достаточно много. И есть здесь повторяющиеся цвета этих клубочков, этих ниток, которые повторяются в другом квакере. Ну, допустим, возьмем... Допустим, возьмем осенний квакер. Вот вам сейчас я покажу. Я уже для себя тут отметила. Вот, пометочки. Ну, вот, допустим, вот этот цвет 78-й. Он повторяется. Видите, тут уже себе я написала, сколько это в долларах на 1, 2, 3, если заказывать по отдельности, да, эти номера, сколько они стоят, эти пасмы. И есть еще вот этот номер P6. Ну, вот я сейчас их найду и вам покажу, какие они здесь идут. Значит, дальше в работе. Это уже у меня ключ на осенний квакер. Я, надеюсь, понятно объясняю. Так, 078-й и P6. P6. Вот эти два клубочка, вот они, вот эти, да, они идут в осеннем квакере. То есть я решила отдельно заказать, не знаю, что у меня с этого выйдет. Ну, тут еще много ниток, хватит еще на один квакер, поверьте, хватит. Поэтому я решила еще заказать вот последующие нити, которые здесь идут в этом ключе, уже на осенний квакер, ну, пасмами там или как у меня получится, в общем, по отдельности. И уже посмотрела, что они там идут по 3 доллара. Вот каждая ниточка уже перевела по сегодняшнему курсу, то есть сколько там это будет стоить. Вот. Кстати, вот в зимнем квакере тоже покажу сейчас вам. Может быть, вам это будет и полезная информация, кто собирается их шить, и чтобы как бы немножко все-таки удешевить себе материалы, потому что действительно они дорогие. Вот ключ на зимний квакер. Значит, в этом ключе есть у меня уже 3 нитки. То есть они у меня уже есть. То есть я все покупать тоже как не буду. Ну, и так далее. И весенний квакер я еще там не рассматривала, посмотрим, что у меня получится. Вот это то, что касается вот этих всех квакеров. Мне попросили показать, как я закрепляю ниточку в 3 сложения на своей работе, как вышиваю. Ну, и я отвечаю на запрос и покажу вам. Ну, вы видите, я натянула на самозапяливающиеся пяльца, чтобы было мне удобнее вам показать. Вот. У меня уже приготовлена нитка. Вот в 3 сложения. Вот я ее заправила. Я вот здесь вот мы будем начинать вышивать. Я переворачиваю для начала работу на изнаночную сторону. Вот. И делаю вот таким образом. Делаю такую как бы протяжечку или что. Вот. Между нитями уже, которые вышиты. Если нити не вышиты, я просто не делаю никаких протяжек. Вот. Протянула. Она у меня еще не закрепилась. Видите, она двигается. Но я переворачиваю работу. И стараюсь просто с изнаночной стороны придержать пальчиком. Вот. Просто придерживаю. Вот таким образом. И вывожу иголку, где я буду вышивать. С обратной стороны я вот тот кончик придерживаю. Раскручиваю нитку, чтобы у меня они были плавненько ложились. И начинаю выполнять крестик. Крестик выполняется сразу. То есть не делается полукрест, а потом возврат. Потому что это меланжевые нитки. И если вы хотите добиться именно красивого перехода, то вышивается именно так. То есть выполняется крестик сразу. Ну и иду по схеме. Что у меня там получается. Выполняя сразу крестики. Не забывая раскручивать нитку. Потому что в этих нитях есть все-таки кручение. Вот. Сейчас я вот немножко прощу. Там я уже не придерживаю с обратной стороны. Почему? Потому что она уже закрепилась, эта нитка. Как закрепилась, сейчас покажу вам ее. Прошьем еще один крестик. Я еще бывает так, знаете, вот так вот иголочкой беру. И как бы их немножко вот так вот разглаживаю эти крестики. Ну, наверное, у каждого свои какие-то есть способы, моменты. Кто как шьет, кто как делает, кто как приспосабливается. Кто-то ноготочком, кто-то гемноперстком пользуется. То есть кому как нравится. Переворачиваем работу. Значит, хвостик, который я закрепила, вот оно у меня все закрепилось. Вот, видите, все. Он уже никуда не прыгает, не скачет, ничего. Нитка закрепилась, она не выскочит. Просто я беру, ну, потом уже, когда закрою вот эту нитку, я просто беру вот этот хвостик и аккуратно его обрезаю. Вот. И ложу в свою коробочку, куда я складываю нитки. Кстати, завела себе и такую коробочку отдельную. Вот. Можно вот эти кончики подстричь тоже. Ну, и в принципе, все вот так это получается у меня. Вот. Но это на тот момент, на тот вариант, как бы, если вышивается, вы, ну, как бы, дальше продолжаете вышивать, да? На тот вариант, если у вас, допустим, сейчас покажу. Если у вас, допустим, она просто на ткани идет нитка, да? Вот как я делаю. Покажу вам как бы отдельно, потом разошью. Вот. Выбирается или, ну, вот, выбирается, где место, где вы будете вышивать. С обратной стороны. Вот. Как же вам так показать, чтобы было удобно. Сейчас еще раз. Так. Я продеваю просто вот так. Вот. С обратной стороны выглядит это вот так. Вот. Видите, я держу пальчиком просто кончик. Придерживаю. Я не делаю никаких узелков. Вот так держу по направлению. Считаю, как обычно. Два на два переплетения. И выполняю сразу крестик. Сразу крестик придерживаясь с той стороны нитку. Я ее чувствую. То есть, она достаточно такая плотненькая. Вот. Ниточка, иголочка сзади могу ее подправить наверх, чтобы она у меня просто зашилась сюда. Вот я придерживаю. Продолжаю придерживать. Где-то, ну, последний, ну, вот, где-то два-три крестика я придерживаю с той стороны, чтобы она у меня ушла под крестик. Я, честно вам скажу, всю жизнь так вышиваю. В основном именно этим способом. Не делаю там особо никаких закрепок таких. Ну, бывает по-разному, но в основном так вышиваю. Сейчас покажу. Вот, видите, у вас кончик закрепился. Вот она. Она уже никуда не денется. То есть, я дальше продолжаю вышивать. Вот так двигаясь. Вот, придерживая. И он у меня крепится. Если остается какой-то кончик, я его просто обрезаю. И все. Ну, вот. Выглядит это вот так. То есть, ниточка у меня уже закрепилась. Так. Ну, и был у меня еще вопрос. Расскажу вам по поводу кюснапов. Есть у меня два вида кюснапов. Двух размеров. Это вот такие кюснапы 25 на 25 сантиметров. И 28 на 28 сантиметров. Значит, одни у меня американские кюснапы. Вот эти, да, им уже, наверное, 0. Лет 7, наверное, точно. Со временем эти кюснапы, вот тут у меня, ну, вот эти клипсы, они ослабли. Я просто вставила внутрь вот такой белый картон. Вот. И стала зажимать ткань, чтобы у меня ткань не выпадала. Вот. И вторые кюснапы. Ну, кстати, эти, вот эти американские, даже уже не помню, где я их покупала. Вторые кюснапы у меня вроде бы, как мне сказали, что это австралийский. Точно не знаю, что это за кюснап. Вот. Но они очень сильно плотно держат. У них очень плотные зажимы. Вот даже я, не знаю, может, так их снять. Ну, в общем, вот такие вот. Они у них даже, хотя здесь тоже желтые какие-то циферки, что говорит о том, что это Америка выпускает, да. Но они немножко другого рода. Вот такие кюснапы. Вот. Они очень сильно зажимают. Ну, мне нравятся и те, и другие. И пользуюсь. Ну, вот эти у меня уже, наверное, года 4 или 5. Вот эти. Я покупала их еще на Муркиных рукоделках. Я оставлю ссылочку, если найду. Да, найду. Вот. Именно вот эти кюснапы я покупала там. Вот. И, в принципе, кюснапами я довольна. Довольна. Я часто перемещаю работы то с рам, то на снапы, то на пяльца, то еще куда-то. Вот. И сейчас на одних из снапыков я вам покажу, как я заправляю свою работу. Значит. Снимаем клипсы. Вот эти. Ну, они вещи. Видите, эти немножко они такие расходятся. Вот эти стыки, у них как-то вот они расходятся. Ну, ничего страшного. Расходятся. То расходятся. Они, в принципе, у меня там не слетают особо. Вот. Ну, и натягивая работу, вот, допустим, мне нужен самый низ. Вот. Что я делаю. Вот. Покажу вам на вот этом уже квакере, так сказать. Вот. Просто беру самый край, который короткий. Сначала защипываю, да. Потом защипываю более... Сейчас покажу вам. То есть, еще более короткие варианты. Но при этом, при этом я беру вот так ткань, немножко складываю. Вот. Сейчас я вам так покажу. Ну, вот. Немного я ее как бы прискладываю, если у нее такой большой хвостик. И одеваю вот сюда. Потом это все подравняется у нас. Этот край. Теперь у меня идет этот край. Тоже у него, смотрите, какой хвостик. Я его складываю вот так. В два раза подворачиваю. Так. В два раза подворачиваю. И тоже зажимаю. Так. Тоже зажимаю. Вот этой клипсой. Так. Вот. Подтянули. Вот так этот край. Видите, как выглядит у меня? Вот видите, край выглядит вот так. Вот. Теперь у меня вверху вот такой большой... Во! Целый ковер, можно так сказать. Значит, что я делаю? Ну, так как у меня тут... Тоже я его пытаюсь как-то вот в два раза, в три раза сложить. Вот. Немножко как бы его подкручиваю, чтобы он не болтался. Не шью я вот эти, знаете, шьют такие как бы мешочки, не мешочки, а ободочки для них, чтобы... Ну, вот я в несколько раз как бы подвернула работу. Могу еще вот так вот сделать. Вот. Видите, я подвернула и одеваю клипсу. Вот. И натягиваю. И получилось у меня вот таким образом. Показываем с изнанки. Вот так это выглядит. Ну, в принципе, тут вот есть такой край, он немножко болтается. Но он мне в работе не мешает. Ну, вот, в принципе, вот так это выглядит. И можно вышивать спокойно на снапах. А снапами я очень довольна. Ну, и в принципе, и все. Всем спасибо за внимание. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok